Здравствуйте! В эфире «Главный диалог» и сегодня гость нашей студии, государственный инспектор Ростовской области по пожарному надзору, Устин Владимир Геннадьевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Геннадьевич, я предлагаю начать наш разговор, может быть, с подведения итогов, результатов Вашей работы за прошлый год. Каким он выдался? Ну, прошлый год выдался достаточно сложным в целом для МЧС, для нашего главка. Но основные показатели по пожарам, по гибели удалось сдержать, если можно говорить на отрицательной отметке. У нас снижение, общее количество пожаров, общее количество гибели по пожарам. К сожалению, возросло в два раза у нас показатель гибели детей на пожарах, 23 ребенка погибло. Это основной, конечно, основной такой негатив, который мы зафиксировали именно по итогам деятельности 2014 года. Но в целом у нас, еще раз повторюсь, оперативная обстановка в 2014 году была сложной, но основные показатели снижены. Также мы обратили внимание, обращая внимание, зарегистрировано значительное количество увеличения за грани сухой растительности. Это тоже мы отмечаем по итогам 2014 года. 23 ребенка – очень большая цифра, да? Да. Халатность? Ну, прежде всего, это, конечно же, вина взрослых. Потому что половина детей оставались без присмотра из погибших. И что тоже необходимо отметить, основное количество детей погибших – это благополучные семьи. То есть семьи, где работали мама и папа, как говорится, были оставлены без присмотра. И ввиду или неосторожного обращения с огнем самого ребенка или нарушения правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления, произошли эти трагедии. Есть вот еще данные статистики, что в прошлом году больше трех тысяч ложных вызовов было у вас. Получается, что хулиганов у нас хватает. Вот как с ними бороться? Здесь деятельность, прежде всего, правоохранительных органов. Да, действительно, такие факты есть. Но при поступлении звонка, сообщения, безусловно, пожарная охрана без уточнения, выяснения, сразу мчится на помощь. Но уже по факту на месте выясняется, что это ложный вызов. Правильно вы сказали. Более трех тысяч таких было сообщений, к сожалению. Это отвлекает пожарные подразделения, естественно, основной работы. Это затрачивается, я уже не говорю о финансовой ресурсе. Поэтому это такой достаточно плохой показатель сегодня. С этим нужно и авиационную работу проводить, в том числе среди молодежи, конечно же, чтобы не допускать впредь подобных случаев. Просто какая-то очень большая цифра. Больше трех тысяч вызовов. Хорошо. Переходим к этому году. С чего он начался для Вашего ведомства? Какова у нас обстановка с пожарами в области на сегодняшний день? Ну, к сожалению, стабильную обстановку назвать нельзя. Прежде всего, это обусловлено тем, что в первые дни новогодних каникул, если берем 10-11 дней января, у нас на территории области произошло 100 пожаров. Данный показатель выше аналогичного периода на 30%. Уже дальше удалось совместными силами, безусловно, стабилизировать обстановку с пожарами. Сегодня у нас зарегистрировано на сегодняшний день с начала года 308 пожаров. Снижение составляет 20%. Основное количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе 70%. Ну, а основными причинами, к сожалению, традиционно у нас является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Состояние алкогольного опьянения, опять же. В том числе. Это основное условие, способствующее наличию такой причины. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования, электронагревательных приборов и нарушение правил эксплуатации отопительных печей. Это те основные причины, по которым происходят сегодня пожары. В новогодние праздники Вы всегда в состоянии повышенной боевой готовности? Безусловно, она, конечно, все праздники и новогодние, и рождественские, любые праздники зимой, летом, весной. Служба МЧС, конечно, находится на усиленном варианте несения службы. Наши сотрудники, госпожного отзора в том числе, все привлекаются. В том числе сейчас проходят масленичные мероприятия, массовые. У Вас усиление? Безусловно, у нас организовано дежурство на местах проведения массовых мероприятий, в том числе, как мы знаем, традиционное, это сжигание чучела. Все меры приняты безопасности, поэтому здесь тоже мы это держим на особом контроле. А вот на Вашей памяти были какие-то случаи, такие вот, действительно, катастрофического масштаба, что при сжигании чучела... Да нет, Анна, боже упаси, как говорится, нет, конечно, нет. Тем более, это организованное мероприятие, которое проводится, должно проводиться под эгидой администрации, безусловно, районной, городской. И здесь должны быть все приняты меры, в том числе с учетом наших рекомендаций. Конечно же, никакого здесь подобных случаев допустить мы не имеем права и не допустим, конечно же. Что касается гибели людей, вот на сегодняшний день эта статистика какова? С начала года уже на территории области погибло 37 человек, причем половина из них погибла как раз-таки вот в период новогодних праздников, каникул, с 1 по 11 января. В том числе погибло у нас, к сожалению, два ребенка, 4 и 9 лет. Данный показатель погибели людей в целом также снижен на сегодняшний день. Вот с начала года на 20%. Но вот прищать внимание тот момент, что вот новогодние каникулы, все-таки 16 человек у нас погибло, а в прошлом году таких случаев было 12. Что касается статуса погибших, основной 12 человек – это пенсионеры и безработные. То есть та категория населения, граждан, которые у нас социально не защищены, зачастую ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляясь спиртными напитками, что приводит как раз-таки к нарушению, связанному в том числе при курении, в постели, в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина, да? Основная причина, к сожалению. Всех пожаров, которые происходят. И пожаров, и гибели. А какие меры принимаются со стороны вашего ведомства для того, чтобы вот как-то к минимуму свести количество и случаев пожаров, и гибели людей? Ну, прежде всего, это профилактика. Профилактика, потому что, как я уже говорил, основная причина пожаров и основная доля произошедших пожаров у нас приходится на жилой сектор, на частный жилой сектор. Сегодня госинспектора по пожарному надзору в соответствии с действующим законодательством не имеют права проводить проверки в частном жилом секторе. Основная причина, основная доля пожаров именно в частном жилом секторе. Поэтому, прежде всего, мы ориентируемся на профилактику. Именно на профилактическую деятельность в целях недопущения возникновения пожаров, гибели. Прежде всего, это сходы с гражданами, это беседы. Мы совместно с органами полиции, органами местного самоуправления, органами социальной опеки, службами газов проводятся рейды по жилым домам с целью доведения основных требований пожарной безопасности в быту, в том числе при правилах пользования печным отоплением, сапплотацией оборудования, пользования электроогревательными приборами. Также у нас обращаем внимание на такую целевую аудиторию, как прихожане. У нас совместно с религиозными организациями проводятся лекции на противопожарную тематику. Основной упор также мы уделяем так называемым неблагополучным семьям. Здесь тесное взаимодействие с органами полиции. Сотрудники полиции, сотрудники госпожнодзора точечно доходят до каждого адреса неблагополучных семей. Есть корректированный список. Каждый год такой список корректируется. В каждом подразделении он имеется. Посещают эти неблагополучные семьи с целью доведения основных требований пожарной безопасности, вручения листовок, иной наглядной агитации. И, конечно же, основной упор в рамках профилактики – это работа с детьми. Данная работа проводится, опять-таки, в взаимодействии с Министерством образования области, с Всероссийским добровольным пожарным обществом. Сегодня в образовательных учреждениях у нас созданы дружины юных пожарных, более тысячи таких дружин с количеством человек, около 12 тысяч. Проводятся такие акции, например, пожарный дозор, учащийся, скажем так, патрулируют школы, образовательные учреждения, вместе с сотрудниками, работниками ВДПО посещают жилые дома с целью вручения листовок, наглядной агитации. Проводятся конкурсы всероссийские, соревнования среди тюб по пожарно-прикладному спорту. То есть данная работа проводится планово, на плановой основе, с целью привития, в том числе, молодежи, детям, культуры безопасности, в том числе пожарной. А вот вы как-то оцениваете эффективность этих мер? Ну, прежде всего, эффективность, она, наверное, правильнее будет сказать, это по, скажем так... В количестве случаев. В количестве случаев, в том числе, в том числе, конечно же. Хотя в некоторых случаях можно объективно сказать, сколько бы гражданину ни говорить, что нельзя пользоваться, не оставляйте детей одних. К сожалению, у нас есть факты, когда маме, которая оставила ребенка одного, буквально за месяц, с ней была беседа. Но, тем не менее, это как бы не возымело должного... Ну, опять же, пример неблагополучной семьи. Ну, нельзя сказать, что неблагополучная. Мама работала, она не злоупотреблялась спиртными напитками, ну, не приняла всех исчерпывающих мер, чтобы не оставить ребенка одного. Тут же, на мой взгляд, результаты зависят не только от вашего ведомства, да? Безусловно. Система пожарной, система обеспечения пожарно-безопасных комплекс, мероприятия огромные, куда входят и органы местного самоправления, заинтересованные организации ведомства, органы опеки, службы занятости, также вот взаимодействие с органами полиции. Это очень большой слой работы и взаимодействия с различными структурами, особенно на территориях. Безусловно. И основной пласт – это работа с населением, как по месту жительства, так и в организациях и в образовательных учреждениях. Потому что мне кажется, что для тех же неблагополучных семей недостаточно только проводить с ними беседу, наверное, какие-то службы должны ходить и проверять, допустим, исправны ли у них там газовые печи, приборы. Безусловно. Совершенно верно, да, Анна. И как я уже озвучивал, совместно со службой газа эти мероприятия проводятся, в том числе органы местного самоуправления, я знаю, принимаются меры по безвозмездной основе ремонта той же электропроводки, печей и так далее. Вот эти же агитационные листовки, они доказывают свою эффективность? Ну, конечно. Это информационная составляющая, которая каждый день должна доводиться до населения. Причем информационная составляющая у нас проводится не только наличием или вручением листовок, как-то через громкоговорящую связь. Это вокзалы, рынки, подземные переходы. На постоянной основе, на крупных объектах, имеется это, торговых центрах, тоже доводятся в режиме громкоговорящей связи основные требования, чтобы постоянно, если можно сказать, держать в тонусе. Потому что это необходимо, информационная составляющая на самом деле очень важна. И здесь очень огромную роль играют как раз-таки СМИ. Средства массовой информации, телевидение в вашем лице очень большую роль играет. И положительную, положительную на самом деле. Вот пользуясь случаем, как раз-таки основные ваши рекомендации, тем, кто нас сейчас смотрит, для того, чтобы не случилось несчастье. Но основные рекомендации я бы озвучил следующие, исходя из уже озвученной высшей причин пожаров. Конечно же, это нужно не допускать курению в постели, в том числе, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Ну, ввиду этого, конечно же, ограничить употребление спиртных напитков. Конечно же, не пользоваться самодельными электронагревательными приборами, уходя из дома, из жилого помещения, из другого помещения, выключать электронагревательные приборы, газовые приборы, не пользоваться так называемыми некалиброванными плавкими вставками или в народе жучками. Безусловно, не эксплуатировать печи отопительной с повреждениями явными, принимать меры по ремонту трещины и так далее, без топочного листа, не оставлять детей одних, принимать все меры для того, чтобы ребенок не остался один и исключить в случае доступа ребенка к источникам повышенной опасности спички, зажигалки, керосин, бензин и так далее. Это основные те требования, которые граждане должны помнить, соблюдать, показывать своим примером детям, конечно же, как себя вести и соблюдать требования пожарной безопасности. Но в случае, если все-таки это произошло, конечно, нужно помнить, что телефон 01 пожарной службы, 112 Единой службы спасения, ну или сотого с мобильного телефона, там, 110. Нужно вызвать сразу же пожарную охрану, не рассчитывать на себя, сказать адрес, четко фамилию, имя, отчество и принимать все меры по эвакуации. — Что касается пожара в РГСУ, 17 февраля, было, по-моему, там почти 500 человек эвакуировано. Каковы причины? Известный уже ущерб какой? — Да, действительно, 17 февраля, час ночи поступило сообщение о возгорании в данном общежитии, это по проспекту Шолохова. Что касается причин неосторожного обращения с огнем, загорание произошло в шахте неэксплуатированного лифта в данном общежитии. — Кто-то там курил? — Это можно делать предположение, но вероятная причина — это, да, это, к сожалению, наши студенты, которые живут в этом общежитии, скорее всего, это не потушенный окурок. Это наиболее вероятная причина. Благодаря наличию систем противопожарной защиты, пожарной автоматики, сигнал непосредственно поступил на пульт связи пожарной охраны, что позволило оперативному прибытию пожарного подразделения, раз, позволило не допустить распространения пожара, загорания, два, ну и позволило оперативно принять меры по эвакуации. — Но там пострадавших нет, да? — Нет, пострадавших у нас официальных данных нет по пострадавшим, сейчас проводятся проверки, вот, будет уже официальная причина пожара, по ущербу также будет установлено, есть он или нет, установлены виновные лица, если они будут установлены, конечно же, будут привлечены к административной ответственности. — А площадь возгорания большая? — Ну, шахта лифта там до пяти квадратов, там, опять же повторюсь, что было больше задымления на самом деле, но в ночное время и могло привести к более трагичному. У нас есть такие факты по стране, к сожалению, но опять же говорю, что наличие пожарной сигнализации, которая эффективно и логично сработала, поступил сигнал непосредственно не от звонка какого-то там гражданина или кого-то, а именно по сигналу выехали, получение сигнала на пункт связи 01. Поэтому были приняты все оперативные меры, в том числе для нераспространения этого загорания. — А вот что касается этой системы противопожарной безопасности, вот на ваш взгляд, у нас в Ростовской области, как вообще дела обстоят на наших, я не знаю, ночных клубах, да, чтобы у нас не случилось там второй вот этой трагедии, какая была в фильме? — Понятно, это понятен вопрос. Ну, система противопожарной защиты, в первую очередь, это пожарная сигнализация, автоматическая пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение, дымоудаление, система оповещения, управления в случае эвакуации при пожаре. Что, если говорить о пожарной сигнализации, на объектах с массовым прибыванием людей, сегодня у нас действует положение федерального закона, номер 123 технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которому предусмотрено обязательно наличие данных систем и вывод на 0,1 непосредственно. Это объекты, в том числе общежития. На каждом общежитии должна быть не только такая система, она еще должна предусматривать вывод сигнала на 0,1. На дошкольных учреждениях, школы, совершенно верно. — Тяжелые офисы. — И сегодня в офисах тоже это должно быть, но обязанность или необходимость вывода на подразделение пожарной охраны здесь требований нет. Требования вывода сигнала на 0,1 у нас существуют для определенного количества объектов функционального назначения, как и правильно сказали, школы, дошкольные учреждения, дома-интернаты, общежития, гостиницы. Сегодня отрадно говорить, что при участии непосредственном у нас правительство области, органов местного самоуправления, министерств, заинтересованных в том числе министерств образования, социальной защиты, у нас вот эти объекты, которые мы с вами озвучили, социального назначения, они практически на... ну не на 100%, а на 70% оборудованы такими системами. Образовательные учреждения, детские сады — это на 100%. Оборудованность с выводом сигнала на 0,1. Этот показатель лучший в Южном федеральном округе, об этом говорилось и на правительственных совещаниях у нас в субъекте, на подведении итогов. И один из лучших показателей в Российской Федерации. Но останавливаться, конечно, нельзя на этом... Что надо сделать, чтобы стопроцентная была оснащенность вот этих... Ну, конечно же, нужно финансирование дополнительное, над этим работа ведется, в том числе в заинтересованных ведомствах под нашим контролем, в том числе я имею в виду оборудование вывода этих сигналов на 0,1. Поэтому вот этот пример, который по РГСУ, он еще раз показывает эффективность этой системы, несмотря, возможно, на ее какую-то стоимость, не маленькую, скажем так, я не знаю, сколько она стоит, но это система безопасности, которая предупреждает наличие или наступление каких-то очень трагических последствий. Сергей Владимирович, напоследок, может быть, вспомните какую-то историю, пример мужества героизма, проявленного пожарными, может быть, в прошлом году, а может быть, уже в этом. Есть достаточно наглядные случаи. Наши инспектора, в том числе в составе группировки МЧС России, осуществляли дежурство на объектах Олимпиады в городе Сочи, в городе Адлер зимой прошлого года. И один из наших сотрудников, начальник отделения по Красносулининскому району Ростовской области, непосредственно предотвратил там загорание на одном из объектов, принял оперативные меры по тушению. Самостоятельно? Самостоятельно, безусловно, принял. Ну, профессионал, конечно же, оценил обстановку, а при той пожарной нагрузке, которая существовала там, это могло привести действительно к необратимым последствиям. Ну, за что он был, в принципе, отмечен, награжден ценным подарком, в том числе. А пример людского героизма, не только рабочих пожарных? Ну, людского героизма, мы с вами все помним, это вот у нас водитель трактора спас, двух, с ковшом подъехал к балкону, и спас двух людей. Да, 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 это в средствах массовой информации, он тоже представлен... Это было в прошлом году? Да, к награде, найдет, как говорится, свой герой, это награда обязательно. Горела квартира? Да, там было загорание в жилом доме многоэтажном, и он сорвал решетку и принял меры по эвакуации. Таких масса случаев на самом деле и сотрудники полиции, они же патрулируют, очень достаточно эффективно, сказать часто может быть неправильно, но есть случаи, когда эффективно они спасают людей из горящих зданий. В целом люди помогают вашей службе, да, если... Безусловно, конечно же, конечно, помогают, и сейчас у нас есть и добровольцы, и волонтеры, и если говорить, вот даже сейчас работа с беженцами, у нас тоже задействованы сотрудники ГПН, госпожнадзора, и активно участвуют волонтеры, очень активно, молодые люди, вот примерно на вокзале, пожалуйста, они там активно участвуют, в том числе. Владимир Геннадьевич, спасибо вам за беседу, мы желаем вам удачи в вашей работе, и ждем вас в гости непременно, только с хорошими новостями. Спасибо, Анна. А я напомню, что у нас в гостях был главный госинспектор Ростовской области по пожарному надзору Устин Владимир Геннадьевич. В студии была Анна Туполева, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова